Всем привет. Итак, посмотрим, какие тут у нас интересные могут быть чудеса на сайте на своем. Сайт называется вот так. linuxromanov.co.uk Потому что русский сайт мне никак оплатить через английскую карточку виза не удалось. Хоть ты тресни, не принимает Россия, как говорится, таких вещей. Ну, поэтому, значит, пришлось удовольствоваться тем, что, как говорится, имеется. Попробовал я вот от Яндекса приделать кнопочку поддержка сайта linux для начинающих, которая вроде бы как принимает Россию. принимать будет еще 27 дней. Если за это время я наберу дополнительные средства, то я, значит, попытаюсь продлить действия сайта прежнего еще, linuxromanov.info. А сейчас вот практически получается вот такая вот белиберда, значит. Значит, значит, ну, при заполнении, значит, анкеты там просто-напросто данные карточки не принимаются и вас отбрасывает обратно, значит, там на фразу, что, значит, введите там другую карточку. Вот. И, значит, вот такая вот петрушка у меня, значит, вот получилось вот с попытками наплатить мой старый сайт. Ну, тем не менее, как говорится, нет худа без добра. Значит, я нашел сайт, который стоит в два раза дешевле, то есть стоит он вообще 10 долларов в год, одностраничный, без всякого там выпендрежа, и практически все на него воткнул, что было и на предыдущем сайте linux.info.info. Ну, сейчас будет более точно указывать специфику страны. Специфика, значит, вот такая, co.uk, linux.com.uk. И на сайте практически вы все то же самое, как говорится, и найдете. Вот. И плюс, значит, вот эта вот страничка поддержки. Можете попробовать перечислить любую доступную вам посредством сумму денег. Вот она, видите, тут указана в рублях, потому что сайт-то в основном рассчитан на Россия. Вот. Попробуйте, я посмотрю, идет ли сбор денег или нет. И второе, смогу ли я этими деньгами расплатиться за, значит, свой старый сайт. Ну, это тем, кому, скажем так, не лень попробовать. Пожалуйста, уважьте автора. Вот. Значит, вообще, скажу вам, что это такой головняк с этой оплатой, что лучше бы и не связывался. Ну, тут просто уже жизнь, как говорится, подкинула к тому, что мне один из пользователей, значит, вот он написал, не могу попасть на ваш сайт, обновите, пожалуйста. Ну, я ему и написал, что Россия не принимает. Ну, вот человек пишет, что жалко, что много полезной информации и так далее. Ну, я ему ссылку скинул. Он ответил, что с удовольствием оплатил бы, но я на данный момент пока без работы. Извините, сейчас никак не получается. Ну, что? Вполне понятно. Вот. Ну, и тогда я пленул на все и, значит, вот взял и сделал вот этот сайт. Ну, и, значит, во-первых, он к России никак не принадлежит. Относится он к Соединенному Королевству. Значит, сайт, ну, я вам говорю, что он очень простой, но он и стоит дешево. 10 долларов в год. А прежний сайт там не обходился где-то долларов там 26 или 28, где-то так. Вот. Ну, даже с этой позиции это будет, скажем так, повыгоднее. Ну, ладно. Значит, я вам всем, значит, рекомендую попробовать новый сайт. Значит, здесь у меня, значит, все видео на английском. Здесь, значит, у меня здесь все видео по идее должны были быть на русском. Ага. Ну, вот. И все мои видео, значит, здесь вот появились, как говорится. Можно теперь их нормально взять и посмотреть. Так что, вот еще одну ошибочку на сайте, скажем так, подправил я. Ну, и последняя проверка. Значит, тут все видео на русском. Тут установка. В отделе загрузок перейдем. Ну, вроде бы, как все работает нормально. Ладно. Проверяем. Останавливаем запись.